Привет! Сегодня у нас необычный ол-ин, а то, что чаще всего называют спешлом, разбор одного события. Как прошло этой ночью самое грандиозное игровое шоу всего года? Эпично, насыщенно и ярко, скажу я тебе, и, конечно же, выдам подробности. О новой игре от Кена Левина, создателя Биошока. Об анонсе Death Stranding 2 про игру с Чаком Норрисом и другими звездами Голливуда. И это лишь малая часть, поэтому новости живенько на старт и потопали, поехали, побежали, поскакали. Вот сидишь ты сейчас в интернете, делаешь покупки в онлайн-магазинах, бронируешь отель на ближайший отпуск или листаешь в соцсети. И все эти удобные сайты делают веб-разработчики. Теперь это одна из фундаментальных профессий в мире, ведь каждому бизнесу нужен свой сайт. Если ты задумывался о карьере в IT, то профессия веб-разработчика – это очень даже перспективный вариант. Во-первых, ты сразу видишь результат – запущенный сайт. А во-вторых, можешь работать из любой точки мира и хорошо зарабатывать. Итак, профессия есть. Осталось выбрать, где учиться. В онлайн-школы SkillFactory есть курс «Веб-разработчик с нуля», и он действительно классный. Ты научишься не просто кодить, а думать как программист. Создашь 10 проектов для своего портфолио и освоишь два языка программирования – PHP и JavaScript. У школы высокие рейтинги, посмотри множество отзывов от выпускников. Прямо сейчас, в честь Нового года, у SkillFactory супер-скидка 50% по промокоду ALLIN. В подарок ты получишь три курса, включая английский для айтишников. Еще проведут день открытых дверей в Beeline. Там расскажут, как устроены центры разработки и IT-экосистемы компаний. Ты узнаешь, что Beeline ждет от соискателей и какие есть стажерские программы. Встреча будет интерактивная. Можно задавать вопросы и получать обратную связь. На HeadHunter сейчас полторы тысячи вакансий для веб-разработчиков. Это значит, что спрос на них действительно большой. Так что, если хочешь воспользоваться этой ситуацией, переходи по ссылке в описании и начинай строить свое будущее с помощью SkillFactory. Кен Левин, создатель Биошок, анонсировал свою новую игру – экшен Иуда. Космический корабль главной героини разбивается. И чтобы выжить, ей приходится объединить усилия со своими врагами. И вроде как выглядит интересно. Но у фанатов сразу возникли вопросы. Еще в 2013 году Кен Левин заявил, что устал от серии Биошок и от блокбастера вообще. Ему надоело, что издатели постоянно выносят ему мозг. Поэтому он решил собрать маленькую команду и начать все с нуля. И все-таки, ну ладно, ждем тогда от тебя гениальный инди-проект, тоже будет круто. Однако после девяти лет попыток уйти от серии Биошок, Кен Левин анонсировал игру, которая выглядит в точности, как этот самый Биошок. Согласись, есть повод изодачиться. Еще один большой анонс – Death Stranding 2. Но Кодзима не стала рассказывать о ней никаких подробностей. Если верить слухам, проект в свое время висел на волоске. Сони не понравились продажи первой части, и она чуть было не прекратила сотрудничество. Но тут появилась Майкрософт и удивилась. Как? Такой видный мужчина никому не нужен? Так я его себе заберу, пусть делает мне эксклюзивы. Сони испугалась и срочно дала деньги на Death Stranding 2, чтобы Кодзиме было чем заняться. Хотя, по тем же слухам, контракт с Майкрософт он в итоге тоже подписал. Поэтому ждем от него еще один анонс. Ну а самым странным анонсом стал шутер Crime Boss Rock Eye City. Делает его небольшая студия в Чехии на 70 с лишним человек. И, казалось бы, не стоит ждать от них блокбастера. Но как тогда объяснить, что в игре принимают участие суперизвестные голливудские звезды? Майкл Мэтсон, Дэнни Гловер, Ким Бессингер, Майкл Рукер, Дэнни Треха и даже Чак Норрис? Что в итоге из всего этого получилось, узнаем уже совсем скоро. Игра выходит на ПК 28 марта. Впрочем, звезды кино в играх становятся все более привычным зрелищем. Например, на шоу выяснилось, что в дополнении Киберпанка Призрачная Свобода главную роль сыграет Идрис Эльба. Вообще, шоу получил Сочи крутым за счет наличия большого количества разных анонсов. Но не менее интересны были презентации уже известных проектов. В первую очередь, конечно, стоит отметить геймплей Warhammer 40 000 Space Marine 2, который делают российские разработчики из питерского филиала Saber Interactive. Уровень эпичности и кровавости зашкаливает. А релиз игры состоится уже в этом году. Также показали первый геймплейный трейлер Star Wars Jedi Survivor. Там можно заметить огромные открытые просторы и поездки на животных. Возможно, появится открытый мир или хотя бы достаточно большие локации. Релиз состоится 17 марта. Не менее интересно было посмотреть на первый геймплей перезагрузки Souls-like The Lords of the Fallen, а также первые кадры из онлайновой игры по вселенной Дюны. Последняя выглядит особенно эпично. Ремейк The Last of Us выйдет на ПК 3 марта. А еще Sony официально анонсировала ПК-версию шутера Returnal. Хотя в ее существовании так никто не сомневался. А вот Человека-паука 2 Sony так и не привезла. Да и Microsoft, как и предупреждали инсайдеры, на шоу не появилась. Похоже, компании действительно боятся, что их анонсы могут повлиять на решения по делу Activision Blizzard, а потому отложили их до лучших времен. Ну а теперь снова анонсы, анонсы и еще раз анонсы, потому что их было ну очень много. В FromSoft вы анонсировали Armored Core 6, экшен про бои гигантских роботов. Как всегда, начали с эпичного трейлера без грамма геймплея, потому что геймплей у серии обычно очень специфический. Еще один анонс без геймплея – кооперативный экшен про трансформеров. Разработкой занимается студия Splash Damage, которая делала онлайновые режимы для многих известных игр. А вот кооперативный экшен Remnant 2 – продолжение весьма успешного гибрида шутера и соулслайка, который заслужил высокие оценки игроков и разошелся тиражом в несколько миллионов копий. Рогалик Хейдис в свое время стал одной из лучших игр года, так что сиквел точно будем ждать. А новой героиней станет богиня кошмаров Меллиноя, с помощью которой игроки будут убивать время в лице самого бога времени Хроноса. Earthblade – еще одна игра от именитых инди-разработчиков. На этот раз от авторов двухмерного экшена Селест. Она тоже завоевала кучу наград и стала игрой года по версии множества изданий. А вот очень красивая пространственная головоломка Viewfinder. Да, концепция манипулирования перспективы уже не новая, но реализация должна получиться довольно любопытной. Другой шедевр в плане дизайна – стильное приключение After Us. В роли духа жизни мы будем путешествовать по миру и спасать души вымерших животных, узнавая истории того, как закончился их род. И, наконец, стоит отметить экшен про Хеллбоя, причем с графикой в стиле комиксов. Делает игру небольшая инди-студия, так что это точно не блокбастер, но выглядит интересно. Ну и, конечно, кроме анонсов, на шоу раскрыли даты релиза некоторых ожидаемых проектов. 26 мая ждем новую игру студии Rocksteady. Будем вместе с отрядом самоубийц отлавливать сошедших с ума супергероев. Кстати, это последний проект, в котором успел принять участие Кевин Конрей, самый известный актер, озвучивший Бэтмена. 6 июня выходит Diablo 4, хотя сами разработчики сознались, что могут успеть к этому сроку, только если будут очень долго овралить. В августе из раннего доступа выйдет ролевая игра Baldur's Gate 3. И, наконец, где-то в 2023 году состоится релиз очень стильного и красивого киберпанк-экшена Replace It от белорусской студии Sad Cat Games. И, кстати, за всеми этими анонсами многие забыли, что The Game Awards вообще-то является церемонией вручения наград за достижения в игровой индустрии. Если интересно, титул самой лучшей игры года организаторы отдали Elden Ring. Поздравляем ее заслуженной победой! Ну и на этом можно закончить. Это все, что мы хотели тебе сегодня рассказать. Приходи за следующей порцией новостей уже на ближайшей неделе, то есть во вторник. А пока, ты знаешь, береги себя и свою психику и хороших выходных! Пока!